Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Петербурге суд разрешил упоминать имя бога в суе. Пьяный волгоградец просидел два часа на дереве, требуя вертолёты и сосиску в тесте. И на Камчатке мужчина отбил у медведя жену. Вот как хотите, так и понимаете этот новостной заголовок. Анна Лапшина перед эфиром сказала, что вчера на ленте была эта новость. Вчера была на ленте эта новость. Добрый день всем слушателям. И вчера достаточно живо обсуждали её в интернете, пытаясь выяснить, всё-таки жена была человеком или медведицей. Не очень понятный заголовок от агентства Интерфакс, но вот тем не менее. Александр Ассохин, Анна Лапшина, дневной разворот, и мы начинаем. Ну что, пройдёмся по повестке? Пройдёмся. В 12 часов к нам придёт Вадим Ананин. Будем мы говорить о том, что федеральные кировские эксперты обсудят правила проведения митингов и других массовых акций. По последней информации, которая у нас есть, насколько я понимаю, происходить это будет в субботу. Будет круглый стол, посвящённый свободе собраний. Кроме того, насколько я знаю от Вадима Ананинова, в Кирове будет показ фильма о Немцове, приуроченный к очередной годовщине его гибели. Об этом после 12 часов. Ну а сейчас мы представим нашего первого спикера Дмитрия Сергеева, сопредседатель Кировского регионального штаба Общероссийского народного фронта, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению законодательного собрания области. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Собрались мы сегодня по поводу вывоза снега. Все мы видим, что... Очень актуальная тема. Очень актуальная тема. Да, потепление. Особенно в марте. Потепление, да, и снег тает. И все мы думаем, все-таки снег-то вывезут или не вывезут. Готовь, Саня, летом, Саша. Нам еще следующую зиму жить. И по поводу следующей зимы, наверное, мы сегодня и будем говорить, а именно о предложении создать муниципальную снежную свалку. Этой зимой стали эту идею озвучивать, в том числе и чиновники, в том числе и в этой студии. Начальник управления благоустройства и транспорта администрации Вячеслав Симаков сообщал, что около 100 миллионов необходимо на снежную свалку. Есть в этом необходимость. И вроде даже уже присмотрели территорию недалеко от БХЗ. Так ли это, будем сегодня выяснять. Ну и опрос на нашем сайте. Яхакирова.ру и в группе ВКонтакте. Машины, вывозящие из Кирова снег этой зимой. Вы видели, либо не видели, либо не обращаете на это внимания. Сейчас смотрю ВКонтакте, на сайте точнее, 55% видели, не видели, только 22%. А ВКонтакте все наоборот. 52,5% за вариант не видели и видели 41% при этом. Ну что, перейдем тогда к самой теме. Что у нас с муниципальной все-таки свалкой? Будет она или не будет следующей зимой? Надеюсь, очень надеюсь, что она появится. Да, она жизненно необходима для нашего города. О ее создании, наверное, уже говорят не первую зиму, когда снега много, обещают. Снег растаял, про нее благополучно все забыли и до следующего года. Правильно, то, что сани нужно готовить летом, этим вопросом нужно заниматься сейчас. Потому что там есть вопросы не только организационные, но и вопросы экологические, которые тоже нужно порешать. Вот давайте на этом немножечко остановимся все-таки. Насколько я понимаю, снег из города вывозить невозможно на любую территорию. Ну, то есть, может быть, для обывателя это странно. Кажется, ну, а что такого? Ну, вывез снег, взгрузил его в лесу или в поле. Ну, весной растаял, и все, никому же не мешает. Значит, у нас по действующему законодательству, после того, как была организована снежная свалка, должна пройти рекультивация земельного участка. Снег содержит реагенты, которыми у нас посыпаются дороги. Снег содержит у нас вещества горюче-смазочные, которые у нас остаются от машин. Ну, и другие вредные вещества, которые концентрированно попадают на каком-то определенном участке земли. То есть, соответственно, там эта концентрация возрастает. Рекультивация нужна. А сейчас куда вывозится снег в настоящее время? Вот в настоящий момент у нас по действующим правилам землепользования и застройки города Кирова, правилам внешнего благоустройства города Кирова, муниципалитет должен определять места складирования снега для конкретных предприятий. Вот в открытом доступе я этого документа не нашел. Но несколько подрядных организаций, которые занимаются вывозом снега с территории города Кирова, такие свалки имеют. То есть, сознались они, куда вывозят? Значит, у них эти места определены, и по этим местам наши активисты проехали, посмотрели, то есть, визуально. Где они, эти места? Они в пригороде города Кирова, то есть, это недалеко здесь находится. Но это какие-то отдельные полигоны или это просто вот на поля какие-то? Называется это полигон. То есть, он должен быть огорожен, чего мы не обнаружили. Там должен вестись учет, то, чего мы не обнаружили. И вот эти основные, скажем, вопросы у нас и были озвучены и в средствах массовой информации, и адресованы администрации города Кирова. Сколько их таких участков? Если не ошибаюсь, по-моему, четыре. Четыре. В черте, ну, в пригороде Кирова. Ну, в пригороде черта города Кирова, то есть, рядышком. Причем, вывоз туда осуществляет не тот, кто захотел, а либо первый вариант, это подрядная организация, которая заключила контракт с муниципалитетом на очистку территории города Кирова на определенные участки, на определенные улицы, либо необходимо приобретать какие-то талоны, то есть, за деньги вывозить на эти полигоны снег от других, скажем, субъектов предпринимательской деятельности, либо от частных лиц. А кто выдает талоны? А вот этот вопрос мне тоже очень интересен. Я обратился, скажем, в территориальное управление, спросил, говорю, можно ли получить талоны, у кого и как. Меня адресовали к этим коммерческим структурам. Я их назвать не буду, но... Коммерческие структуры — это те, кто владеет вот этими полигонами или управляет. Или управляет. А, скажем, муниципалитет такой услуги у нас не предоставляет. То есть, если я хочу со своей территории вывезти снег и прихожу в муниципалитет, подскажите, кому, то они мне так шепотом говорят, потому что это реклама, это какая-то коммерческая деятельность, они, как бы сказать, не могут. А сам муниципалитет такую услугу предложить для граждан, для предприятий города Кирова не может. Так, то есть муниципального полигона у нас нет, получается. Да, поэтому они не могут предложить такую услугу. Вы выявили, ну, точнее, активисты выявили определенное нарушение, жалобу куда-то направляли, может быть. Значит, мы, во-первых, опубличили эту информацию, чтобы она не была какой-то калуарной. Во-вторых, муниципалитет, в-третьих, прокуратура. Почему? Значит, выявлен был еще один недостаток, который мы считаем существенным. Это учет количества вывозимого снега. Его, на наш взгляд, объективного учета не производится. Во-первых, когда мы объезжали полигоны, мы увидели, что не везде есть люди, сторож или кто-то, кто контролирует количество привезенного снега. Первый момент. То есть в любой момент кто-то может тихонечко приехать, выгрузить и уехать. Или наоборот, сказать, что я приехал, выгрузил, а на самом деле, да, не привозил. Нет средств фиксации, то есть видеонаблюдения, которое бы могло объективно контролировать. То есть в отсутствии, скажем, человека, видеофиксация производится. Дальше. Каким образом посчитать тот объем снега, который привезен в кузове машины? То есть посчитать по машинам? Ну ладно, еще как бы один вопрос. Но ведь снег, он разной плотности может быть, правильно? Машина может быть разная. Может быть, она 20 тонн привезла, может быть, 5 тонн привезла. То есть это как-то на глаз человек должен выйти, так и посчитать. Второй момент. Третий момент. По заключенным контрактам с муниципалитетом, машины все должны быть оборудованы какими-то системами фиксации их положения. То есть система GPS. Не все. То есть вот поэтому у нас возникли вопросы, с которыми мы обратились в том числе и прокуратуру. И прокуратура сделала уже представление в муниципалитет вот эти недостатки устранить. Почему? То есть в муниципалитет нам отчитывается о том, что там на свалку выведено 500 тонн снега. А сколько по факту? А как вы посчитали? Только по отчетам тех же организаций, которые осуществляют эту вывозку. Сколько вам надо снега? 500? 500. А если 600? Ну давайте 600. То есть у нас метр объективности, поэтому такие моменты могут быть. Вот с этим прокуратура и, скажем, вынесла свое предписание. А город-то ответил уже прокуратуре? Нет, это буквально там вышло на прошлой неделе. Мы всегда любим сравнивать себя с кем-то, с другими городами, с Европой. А как там организована такая система? Вот хотя бы подсчета этого снега. Изучали? Не могу сказать. Нет. Мы не изучали. А в России тоже не изучали? Нет. Нет примеров, да, пока. Но мне кажется, что вот эти вот факты, когда непонятно, вывезены или нет, они не только в Кирове. Ну просто вот возникает вопрос, а как же тогда подсчитывать? То есть хорошо, будет какой-то пропускной... Это важный вопрос, потому что это деньги. Пропускной пункт, где будет находиться сторож, он будет там смотреть, есть ли талон на вывоз и прочее. А как будет подсчет? Есть налог, то есть вывоз твердых бытовых отходов. Он же осуществляется по аналогичной схеме. То есть есть полигон, есть какой-то контрольно-пропускной пункт, который производит, только через него можно добраться на полигон. Дальше какие-то методики, которые, пусть с какой-то погрешностью, то есть нам ведь не нужно тонать до килограмма, но все равно могут определять тоннаж или объем вывозимых отходов. Соответственно, по такой же схеме может построен быть и снег. То есть велосипед изобретать не надо. Системы отработанные. Ну, в любом случае, если будет создаваться муниципальная снежная свалка, там это будет все предусмотрено. Но о муниципальной снежной свалке я предлагаю поговорить после небольшого перерыва. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Дмитрий Сергеев, сопредседатель Кировского регионального штаба Общероссийского фронта УНФ у нас в гостях. Говорим сегодня о вывозе снега, а точнее о месте, куда его надо будет вывозить. Потому что, как выяснилось, в Кирове такого места нет. Муниципального. Есть несколько участков, на которые наши подрядчики вывозят снег зимой. Но это участки, либо взятые в управление, либо взятые в аренду частниками. За это надо, как я понимаю, платить дополнительные деньги. Плюсом не учитывается объем вывезенного снега, и мы не можем считать. Ну и контроль, да, он довольно сомнительный. Если говорить о муниципальной все-таки снежной свалке, когда она появится? Планируется ли ее создание в следующем году? Ну вот, со слов работников администрации, которые этим вопросом занимаются, они обещают к следующему году. Муниципальная свалка будет решать несколько вопросов. То, о чем мы говорили, это контроль вывоза с территории города Кирова, чтобы можно было подрядчиков проверить, а тот ли объем вывезли, за который вам заплачены денежные средства. Это один. Второй вопрос. Если это будет муниципальная свалка, то, соответственно, будет тариф, который будет понятен и будет регулироваться. На сегодняшний момент каждая коммерческая структура, по идее, сама вправе устанавливать тот тариф, на который ей будут привозить снег. Если это будет муниципальная, то, соответственно, это будет муниципальный контроль, либо это будет тариф, установленный какой-то соответствующей структурой, там ФАС, я не знаю, как будет РСТ, кто будет с этим заниматься. Но это будет обоснованный тариф. То есть не взятый с потолка и, на наш взгляд, уже как предприниматели, может быть, завышенный, он будет обоснованный. То есть город еще и денег может сэкономить на этом? Это один момент. Второе. У предприятий появится возможность по этому обоснованному тарифу вывозить снег. То есть на сегодняшний момент есть норма, закрепленная, опять же, в тех же правилах внешнего благоустройства по вывозу снега с территории предприятий, территории еще придомовых, об этом я сейчас еще отдельно поговорю. Значит, появится возможность не прятать снег где-то там у себя, где-то вывозить в те же леса, то есть нарушать законодательство, а в рамках законодательства осуществлять эту деятельность. Есть еще один момент. Вот на сегодняшний день в тарифах по содержанию общедобового имущества в управляющих компаниях есть обязанность производить только сметание снега и складирование, а вывоза нет. Опять же, управляющая компания получит обоснованный тариф, который может на общем собрании обсудить с собственниками жилья и сказать, что если нужно вывозить, потому что у вас маленький двор. Если хотите, чтобы у вас двор был чистым. Да, если вам нужны парковки для машин, а не для снега, то вот такой-то объем, вот такая-то цена, вот такое-то привиление, скажем, такого блага вы получаете. Так что вот эта муниципальная свалка, я считаю, что она будет решать не один вопрос, а целый комплекс. Я, вы знаете, сейчас, когда вы говорили про нарушение закона и вывоз предприятиями снега в лес, вспомнила ваш коллега Роман Титов, несколько месяцев назад рассказывал мне совершенно потрясающую историю про очень предприимчивого человека из Дороничей, по-моему, который организовал у себя на каком-то участке полигон не для складирования снега и не для снежной свалки, а полигон для приема снега в аренду, так сказать, или там на временное хранение. То есть ему, да, ему привозят снег. Я так понимаю, как раз это связано с экологическими какими-то требованиями. По идее, снег не может у него там таять, да, потому что надо рекультивировать потом. А ему сдают на временное хранение, и вроде как у него должны по весне-то забрать этот снег, но, естественно, никто не забирает. Очень удобно. Ну, опять же, вернемся к тем же правилам полустройства. Есть две нормы. Одна – запрещающая организацию снежных свалок, а другая – разрешающая производить складирование и переброску снега. Вот в чем они отличаются? Вот для меня, например, большой вопрос. То есть кому-то мы говорим, что у тебя снежная свалка, и вывози, а кому-то мы говорим, что у тебя здесь складирование, и с этим можно жить дальше. Ну, по идее, никто не контролирует по весне, вывезли, не вывезли. То есть если бы там стояли инспекторы-экологи и говорили, да, чувак, потайка началась. В городе Киеве есть случай, когда предприниматели, муниципалитет через административное воздействие понуждают вывозить снег со своей территории, считая, что это снежная свалка. Случай такой был просто недавно в СМИ где-то описан. Но это не так часто, как я понимаю, происходит? Ну, тем не менее, это имеет место. Если говорить о муниципальной снежной свалке, о ее создании, сейчас какие этапы проходятся, то есть проектирование или что? Не могу это прокомментировать, вопрос здесь нужно... Город должен заниматься этим, да? Хорошо, а вот если мы займемся этим вопросом прямо сейчас, ну, в смысле, не мы, а город, они в следующем году успеют? Вот нужно сейчас и заниматься, потому что если мы будем заниматься, когда выпадет первый снег, то мы точно не успеем. Место, место уже примерно какое-то определено, где это будет? Я слушаю только информацию о районе Бахэзэ, но привязки к конкретному участку я пока не владею такой информацией. О сумме, вот, то есть говорилось раньше, 94 примерно миллиона необходимо по вашим расчетам. Такая же сумма? Ну, вот, мы здесь не специализированная организация, которая бы готова была дать информацию, но если это муниципалитет организовывает именно как снежную свалку, со всеми необходимыми атрибутами, там, культивацией, учетом и прочим, вполне возможно, что эта сумма, наверное, может выливаться в 100 миллионов рублей. Изучали, может быть, опыт других регионов. Часто у нас вообще муниципальные снежные свалки где-то создаются? Ну, здесь, наверное, опыт других регионов, надо смотреть привязки к снежному климату, да, то есть, скажем, в Краснодарском крае она точно не актуальна, а у наших соседей в Коме, наверное, да. Нет, пока мы этим вопросом не занимались, когда будут какие-то шаги от администрации в этом направлении, мы посмотрим, что делается у нас, тогда что делается у соседей. Какой опыт, может быть, положительный есть? Но пока что никаких сигналов из городской администрации не было, что работа началась. Но информация, которая была где-то в конце предыдущего, в начале этого года, о том, что, да, необходимо, стоит столько-то в район такой-то, мы больше не слышали. Ущерб какой-то подсчитывали уже от того, что этой свалки нет, и вот сейчас идет вывод снега, непонятно куда, непонятно как, и Министерство охраны окружающей среды, оно занимается вообще этой работой? Потому что понятно, что здесь контролировать-то как-то и тяжело, что здесь контролировать. Ну, вопрос, наверное, все-таки не ко мне, а больше к муниципалитету, потому что это их вотчина, это их хозяйство, которым они должны заниматься, и, соответственно, они должны считать деньги, что им выгоднее. Либо заключать договоры с подрядчиками, им оплачивать эти денежные средства, либо их оставить в казне и направить на создание снежного полигона. Вы, как бывший депутат Городской Думы, изучали, может быть, материалов? Вот ту работу в Городской Думе нет. Вот этот вопрос, как бы он мне был, скажем, адресован в этот сезон уже, да, то есть вот эту проблему я более глубоко стал погружаться только сейчас. Дмитрий Валерьевич, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот есть пример хорошей Казани. Тут недавно у меня ездили знакомые, выложили пост в интернете о том, как все там хорошо устроено. В Казани я не знаю, что происходит с полигоном, уверена, что он там есть, наверняка, муниципальный полигон. У них вывоз снега, точнее его уничтожение организовано прямо в центре города. То есть есть специальные снегоплавильные машины, точно такие же, как я так понимаю, ездят в Москве, и не надо никуда вывозить. То есть приезжает эта машина прямо на месте, в нее загружают все, она опускает шланг, условно там в канализацию, в Ливневку, да. Все это мгновенно перерабатывается и уходит в виде воды. Все. Но опять же, эту воду нужно очищать, потому что она содержит вредные вещества. Одна ремарка. Вот я в Казани был 6 и 7 марта. Так. И мне не показалось, что там намного ситуация лучше, чем в городе Кирилля. Серьезно? Да. А мы-то всегда смотрим на Казань как на столицу фактически. Я тоже надеялся и, скажем, тоже считал, что это практически образцово-показательный город и стремиться нужно. Там чуть потеплее, поэтому начало таять быстрее. Раньше, но, тем не менее, даже в центре Казани встречаются какие-то выезды с дворовой территории, где пройти просто невозможно с 10 сантиметров такой снежной каши. Ну, мы были в Казани в ноябре. Я должна сказать, что тоже ее была, конечно, несколько неприятно удивлена тем, что брусчатку там не посыпают песочком. И там было довольно скользко. То есть, ну, у них свои проблемы, я думаю, что нам нужно решать свои проблемы, но с оглядкой на хороший, скажем, уже хороший опыт, хорошие примеры, которые есть у наших средин. Так вот, давайте мы про плавильные машины-то поговорим. Может быть, выгоднее все-таки их приобрести? Может быть. Но это тоже город должен считать. Мы не занимались этим вопросом. Нет, мы здесь не вправе, наверное, указывать, как должны поступать. То есть, есть работники, которые этим занимаются профессионально, они должны сказать, что вот мы приняли решение такое-то, потому что вот одно, второе, третье, четвертое. Это экономичнее, это экологичнее, это проще для города Кирова. Но опять же, с этими комплексами снегоплавильными нужно понимать, что должна работать ливневка. Которая не работает. Которая у нас не работает. Это первостепенный вопрос. Наверное, будет стоять, что сначала необходимо что-то сделать с ливневками. Потому что было предложение, опять же, и на заседаниях городской думы уже не первый год предлагается дать на некий аутсорсинг каким-то коммерческим структурам. Вот вы думаете, это выход из ситуации? Вопрос по ливневкам о том, чтобы кто-то ими управлял в городе, наверное, года два, как уже озвучился, еще в мою бытность в городской думе. Но с тех пор вопрос не решился никак. Поднимался вопрос о взимании платы за технологическое присоединение к коммунальным сетям именно ливневой канализации. Тоже вопрос администрации так до конца и не был решен. То есть, не решая эти вопросы о финансировании. Ведь у нас на сегодняшний момент, если, скажем, за сброс в фекальную канализацию мы платим денежные средства, то за сброс в ливневую канализацию никто денежные средства не платит. Если бы мы отдали на аутсортинг, откуда управляющая компания вот этими ливневыми канализациями будет брать денежные средства, нужно искать источник финансирования. Вот на сегодняшний момент пока такой платы не установлено. Ну, мне кажется, тут только один вариант. Это жильцы. Кого еще? Только на людей переложить. Ливневая канализация у нас, опять же, не входит. Но, опять же, эта канализация, я не знаю, может быть, есть у вас информация, каков процент износа или неизноса, как это назвать. Потому что, по моей информации, и платить-то там больно, и не за что. Потому что она зачастую не работает у нас в городе. У нас не существует, скажем, комплексной схемы ливневой канализации. То есть, на мой взгляд, как строителя уже здесь отвечу, то есть, у нас есть отдельные куски, которые не... Рабочие такие? Где-то рабочие, где-то не рабочие, да, которые не увязаны в единую систему. То есть, общей сети у нас нет? Вот на сегодняшний момент нет. То есть, есть отдельный момент. Дальше. Здесь, опять же, законодательство экологическое. То есть, у нас ливневая канализация должна заканчиваться очистными сооружениями перед сбросом вод в реки. Нет. То есть, в прошлые годы, когда строились ливневые канализации, они просто заканчивались куском трубы, который выходил в реку. То есть, этот же оператор, который, если будет создан, он должен будет платить либо денежные средства за негативное воздействие за окружающую среду. То есть, это штрафы? Это штрафы. Либо он должен будет быстро построить все очистные сооружения на каждом выводе ливневой канализации. То есть, вопрос такой тоже на сегодняшний момент, который у муниципалитета ответа на этот вопрос нет. И кому же нужна эта головная боль, мне кажется, никто не возьмется в таком случае. Вот поэтому у нас на сегодняшний момент этот оператор не существует. Так это замкнутый круг получается. Нам деваться-то некуда. То есть, пока городская власть не возьмет ситуацию под контроль, под свой, не создаст какую-то, может быть, муниципальную организацию, которая будет этим заниматься и начнет вливать деньги, потому что, понятно, даже на очистные сооружения потребуется огромное количество бюджетных средств в непростые времена. Поэтому сейчас все и в таком подвешенном состоянии. Либо это будут не бюджетные средства, а какая-то плата за присоединение к городской инфраструктуре. Почему бы нет? Только она должна быть одинаковая и обоснованная. Ну, представляете, какой шум поднимется, если еще какой-то платеж на кого-то захотят возложить. Ну, если на строителей регулярно, то плата за технологическое присоединение, сначала за воду, потом за электричество, потом за электроэнергию, но все работают. Ну, вам деваться некуда. Ну, а платитьщикам опять же будет застройщик. Понятно. Вы сказали, что недавно были в Казани, там проводилось, как я понимаю, некий семинар, и вот об этом семинаре я предлагаю поговорить после небольшой рекламы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Александр Рассохин и наш гость Дмитрий Сергеев, сопредседатель Кировского регионального штаба Общероссийского народного фронта. Мы говорим про вывоз снега, точнее, про перспективы вывоза снега следующей зимой, потому что тут уже вот сейчас тает все. Вроде как проблема-то уже сама по себе рассасывается. Я вспомнила, о чем мы говорили в ходе предыдущего нашего эфира. Дмитрий Валерьевич рассказывал о том, что, возможно, после появления муниципальной снежной свалки у жителей дворов наших кировских появится возможность, вероятность такая, что им будут предлагать за дополнительную плату вывезти снег со двора, очистить места парковки и прочее. Я бы хотела наших слушателей спросить, готовы ли они платить, пусть небольшую какую-то сумму. Я не думаю, что это какие-то прям огромные будут деньги. За то, чтобы двор зимой был чистым, за то, чтобы ты приезжал домой, и у тебя всегда было место, где поставить машину, чтобы твоя жена выходила из дома с коляской, и она могла всегда спокойно пройти, не боясь выходить с придомовой территории из-за огромного сугроба, где там ездят машины и прочее. 211-101, пожалуйста. Можно добавить по этой теме. В этом году я запросил информацию с управляющих компаний, вот сколько те, которые осуществляли вывоз снега за дополнительную плату с собственников жилья. И сумму они мне назвали, что в год это обходится, вот максимально получилась сумма 2 рубля с квадратного метра. А средняя цифра где-то колебалась от 50 до рубля. Простите, пожалуйста, Дмитрий Валерьевич, не очень понятно, что значит в год обходится. На квадратный метр жилья. Они эту плату будут взимать, получается, и взимают не только зимой, но и летом тоже. Здесь вопрос решался по-другому, то есть было проведено общее собрание, люди решили, что они будут вывозить снег через управляющую компанию. Управляющая компания предоставила счет. Если вот этот счет разделить на количество квадратных метров и на 12 месяцев, то получается, это будет вот та цифра, которую я сказал. То есть в принципе, наверное, в год эта сумма не такая большая, если ее раскинуть на год. 2 рубля с квадратного метра вообще. 2 рубля много, это потолок. То есть 50 копеек и где-то до рубля, то есть где-то в этом диапазоне. Причем эту услугу на сегодняшний момент оказывают коммерческие снеговые полигоны. То есть я считаю, что эта сумма с созданием муниципального полигона, она должна уменьшиться. Соответственно, и по каждому двору вопрос нужно решать индивидуально. Почему? Потому что у кого-то есть место, куда можно сгребать снег всю зиму, и им не нужно вывозить. У кого-то этого места просто нет, потому что маленький двор, и им эта вся территория нужна. Опять же, у меня есть машина, мне нужна парковка вывозить снег. Представляете, какие начнутся баталии между жильцами? То есть вот те, у кого, например, маленький двор, и у кого есть машина, и соседи их, у кого маленький двор, но машины нет. И вот они собираются и говорят, ребята, давайте так сделаем, пусть по рублю будет, да, с квадратного метра. По рублю в течение года, это получается, там, ну, средняя квартира 60 метров возьмем, да, там, ну, рублей 700 в течение года. И вот один сосед другому говорит, извини, пожалуйста, а мне не надо, я не буду платить 700 рублей в июле месяце, там, ну, вот условно, за то, чтобы вывозили снег. Здесь вопрос, опять же, к собственникам. Вот вы владеете общедовуемым имуществом. Вот если вы договорились, вы получаете эту услугу. Если вы не договорились, то не получаете. Вот, слушатели наши, готовы ли вы платить 60 рублей в месяц, 700 рублей в год за вывоз снега из вашего двора? Если готовы, звоните. Если не готовы, звоните, аргументируйте 211-101. Плата пока не вводится в обязательном порядке, но такая возможность может появиться когда-то. Ну, я думаю, что это не будет введено в обязательную плату, то есть это не будет коммунальной услугой, а это будет дополнительно. То есть здесь, в любом случае, право у собственников решать, нужно или не нужно. Также напомню, что на нашем сайте eho.kirova.ru и в группе ВКонтакте есть опрос машины, вывозящие из Кирова снег этой зимой. Вот смотрю результаты. Меняется что-то. На сайте 50% видели эти машины, 30% не видели и 20% не обращают внимания. Так, а ВКонтакте? ВКонтакте не видели большинство, 52%, 42% за вариант видели, тем не менее. Ну, ВКонтакте не меняется ситуация. Да, но все равно примерно рядышком они находятся. Очень удивительно, что слушатели сайта видели машины, а посетители, точнее, посетители сайта eho.kirova видели машины, а посетители нашей страницы ВКонтакте этих машин не видели. Давайте здесь проведем социологию. Конечно. Не человек, а я видел. Ну, я обращаю внимание на это. Я тоже видела. Да, я тоже видел, конечно. Не скажу, что много. Здесь момент какой. У нас в основном уборка проходит в ночное время. То есть если поездить по городу ночью, можно заметить. Ну, я слышу даже через открытые окна, то есть шумят. Как они урчат. Да, только по улице, на которой выходят окна, техника тяжелая работает, то слышно. Поэтому, может быть, и многие и не видели. Я так понимаю, что тема вывоза снега из дворов сейчас в марте уже не актуальна, потому что слушатели не звонят. Я недавно ездил в Москву и на самом деле думал, что снега нет нигде, наверное, из-за того, что энергетика большая от города и снег весь тает. Сказали, что нет, он просто не складируется никогда там. Его сразу же вывозят. Вот у нас, наверное, ситуация бы тоже изменилась, если бы там вывозили снег. Если бы сразу вывозили, если бы начиная с октября, когда он только начинается, все быстренько-быстренько подгребали бы, угребали бы, вывозили бы, он бы не копился просто такими огромными массами. Несколько дней городские власти дали коммунальщикам на уборку тротуаров, и тротуары убираются, но при этом снег этот вываливается на дороге, и проезжая часть сужается. А ночью едут дорожные службы и сгибают обратно на тротуары. Это, конечно, очень весело. То есть они друг другу такую милую услугу оказывают. Слушатели, 211-101. Пока нет звонков, я все-таки предлагаю поговорить про семинар в Казани, который вы посетили. Вернемся обратно в Казань, да. Вернемся в Казань, где, оказывается, тоже проблемы есть. Значит, 6-7 марта Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации проводило семинар-совещание по вопросам реализации программы устройства комфортной среды в городах. Значит, накануне... Накануне были информационные вставки, где сказали, что выделено 20 миллиардов рублей на всю Россию в бюджете этого года. На Кировскую область приходится 285 миллионов рублей. Значит, вот по этапам прохождения этой программы пятилетняя, и эти 285 миллионов, это только на этот год. То есть в дальнейшем денежные средства также будут в федеральном бюджете предусматриваться. Какие, скажем, основные для общественников, для нас точки, на которые нужно сделать нам упор, акцентируя министерство, это обязательно общественное обсуждение благоустройства, что будет происходить во дворах, что будет происходить в местах общего пользования. То есть это не только дворы, это еще и места общего пользования. Есть соотношение, примерно одна треть пойдет на места общего пользования, а две трети это на дворы. Дмитрий Валерьевич, давайте все-таки поясним, что такое места общего пользования. Это парки, скверы, то есть это не придомовая территория. Обязательно обсуждение с гражданами тех работ, которые здесь предстоят. Есть перечень минимальный, который должен быть выполнен во дворах, то есть это скамейки, урны, асфальтирование. Есть дополнительные работы, которые граждане могут определить в парковке, например, которых ранее не было. Может быть освещение, которого ранее не было. То есть он не замыкается только на обязательных работах, может быть и какие-то инициативы граждан сюда включаться. Но это обсуждать все надо. Да, это обсуждать все с гражданами нужно. Это первый момент. Второй момент по реализации возможности софинансирования из бюджетов как областных, так и муниципальных. А также, если дополнительные работы появляются, то это обязательно софинансирование либо деньгами, либо трудовым участием от самих жителей. То есть если вы захотели сделать еще дополнительное что-то, то ваше участие какое-то должно в этом быть. Делается в конечном случае это для собственников, для жильцов. Ну, нужно указать, что в рамках этой программы, например, только в городе Кирове будет благоустроенный Кочаровский парк. И ремонты пройдут во дворах. 60 миллионов только, например, на Кочаровский парк выделено. И работы, несмотря на то, что 20 миллиардов это только на этот год, например, на Кочаровский парк уже определили, что работы они затянутся на несколько лет. И то есть там появится и фонтан в том числе. Что еще у нас планируется сделать? Ну, наверное, слово не затянутся, а они спланированы. То есть здесь неправильно было бы все... Растянутся. Правильно было бы, как строительные, проводить работы поэтапно. То есть один этап, второй, третий. Это логично, это не нужно в пожарном порядке все вот это верстать в один год, а потом хвататься за гор, чтобы мы это не учли. Или тут что-то потом приходится переделать. Вопрос, наверное, здесь в участии граждан. То, чтобы они проявляли инициативу. И только по инициативе граждан вот эта программа может прийти в их двор. Что вот сейчас слушают нас жители города? Что необходимо им сделать, чтобы, например, их двор или территория рядом с их домом была благоустроена? Чтобы вошла в программу? Появлялась просто в СМИ информация, что все уже предопределено. Все уже распределено и уже все. Опять же, возвращаясь к вашему новостному вставке, которая была перед нашим эфиром. Там было сообщено, что на сайте Единой России появилась такая услуга, где граждане могут оставить свою заявку на участие в этой программе. Это на федеральном сайте? Нет, это уже в городе Кирове. Кировскладили нет. Либо могут принести в эту общественную приемную на улице Дериндяева. То есть это информация, которую только что в эфире... Озвучили наши коллеги, а мы прослушали, пока готовились к эфиру. То есть это один из путей. Дальше это у нас все-таки муниципалитет через территориальное управление, то есть оставить свою заявку. Причем у нас в городе Кирове работает не только эта программа, у нас еще и программа ППМИ работает в поддержке местных инициатив. То есть о ней тоже забывать нельзя. И это две программы, которые работают параллельно, но направлены на одно и то же. На благоустройство. На благоустройство. Ну и будем надеяться, что в следующие годы мы также будем получать федеральное средство и на благоустройство, и на строительство дорог. И надеемся, что в следующей зимой все-таки муниципальная снежная свалка появится. Или снегоплавильные машины, или климат изменится. И снегоплавильные машины... Мне, Саша, иногда, когда мы с тобой обсуждаем вот этот вот круговорот проблемы, одно за другое цепляется, и непонятно, за что хвататься в первую очередь, мне иногда кажется, что проще с учеными договориться, чтобы они климат в Кировской области и изменили. Мне кажется, такой проект. Было, правда? Да, то есть повесить над территорией Советского Союза спутник, который отражал бы солнечные лучи, и, соответственно, у нас бы стало теплее. Вечное лето бы было у нас. Ну, в любом случае, полярной ночи бы точно не было. Это было бы прекрасно, мне кажется. Что-то не получилось по поводу снегоплавильных комплексов. Мне кажется, это идеальный вариант, потому что это будет означать, что и ливневки у нас сделают. А иначе никак. Ну что, на этом завершаем первый час разворота. Благодарим нашего спикера, сопредседателя Кировского регионального штаба ОНФ, заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению областного парламента Дмитрия Сергеева. Дмитрий Валерьевич, спасибо большое. Спасибо, что приглашали. Сейчас будут новости, тематические программы, и уже во втором часе мы с Анной Лапшиной вернемся с новой темой.